Эфир телеканала ННТ. Продолжают новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Красота и современные инженерные решения. Хизри Абакаров проверил, как идут работы по реконструкции парка имени Низами Гандживи. Ислам объединяет. В Татарстане прошли трехдневные курсы повышения квалификации для журналистов «Ислам» и «Следство массовой информации». К труду и обороне готовы. Сотрудники Муфтията Дагестана сдали нормативы ГТО. Спортивные испытания прошли на базе стадиона имени Елены Санбар. 27-летний житель Ярославской области пытался завести в Дагестан крупную партию наркотических веществ. В неисправном автомобиле, который перевозил эвакуатор, нашли один килограмм гашиша и около трех килограмм эфедрона. Их общая стоимость оценена в 20 миллионов рублей. Известно, что по дороге в Дагестан мужчина делал закладки и в крупных городах Центральной России. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Хизри Абакаров осмотрел ход работ по комплексной реконструкции парка имени Незамиган-Дживи. Работы на объекте проходят в несколько этапов. Строительство большого мультимедийного фонтана и благоустройство парковой зоны. Об итогах рабочей поездки государственного секретаря Дагестана расскажет Патимат Ханапова. Фундаймент уже залит. Установлены электрогенераторы и 180 насосов. По фонтанному комплексу идут активные работы, приведены в порядок наружные и внутренние сети, где расположены резервуары для воды. Он с утра пораньше, с 4-5 утра начинает, не до поздней ночи. Вот эти площадки уже с завтрашнего дня начинают. Здесь уже техники, больше ездить не будет. Предложено дополнительно обустроить зоны общественного питания, сувенирной торговли и размещение санузлов. Их планируют строить в искусственные холмы. А на верхней точке этих объектов будут размещены террасы для отдыха людей. Мы сейчас один день приедем, соберем всех безместменов, кто хочет вложить. У нас на это денег нет. Вкладываем, отсыпаем ее полностью, как она будет. И Саша, по-моему, мне уже сказал, что проект готовится. По концепции, предложенным Джейкеем, сейчас отрабатывается полоса включения дополнительных помещений, холм с интеграцией общественного питания, который можно будет в последствии использовать. Это самый большой по площади городской парк в Дербенте. В последние годы он представлял собой пустырь. После завершения работы по благоустройству он станет одним из самых современных парков не только на юге России, но и во всей стране. Патимат Ханапова, Ирина Канберова, полиция от Курбанова, Новости ННТ, Дербент. Республиканский онкоцентр посетили заместитель председателя правительства Дагестана Мурат Казиев вместе с министром здравоохранения региона Татьяной Беляевой. Благодаря оборудованию, поступившему по НАСПроекту здравоохранения, повысилась доступность и качество оказываемой помощи в онкоцентре. Теперь большее количество пациентов могут лечиться у себя в республике. Также на лечение в Дагестан стали приезжать больные из других регионов. В ближайшее время в онкоцентре появится МРТ. Сам аппарат поступит вместе с элементами модульного здания, в котором он будет размещен. Также ожидается поступление оборудования для лаборатории, где более точно будут определять диагноз. 4 июля между Махачкалой и Баку будет запущен прямой авиарейс. Как сообщает пресс-служба аэропорта, билеты уже поступили в продажу, и самолет «Боинг» сможет вместить более 170 пассажиров. Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться каждую неделю в ночь с субботы на воскресенье. Все пассажиры старше одного года должны иметь распечатанную медсправку с отрицательным результатом теста на COVID-19. При этом она должна быть выдана не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса в Баку в аккредитованной лаборатории в стране отправления. В Махачкаре продолжается реализация федерального проекта формирования комфортной городской среды. Дворовая территория по адресу была часть МБ, одна из самых больших, которые вошли в программу. Здесь частично завершены ремонтные работы. Произведена укладка бордюров и тротуарной плитки. В рамках проекта здесь установили детский игровой комплекс, беседки, скамейки, урны и столбы ночного освещения. Кроме того, на стадии завершения строительно-монтажные работы футбольного поля. На днях рабочие произвели уже укладку искусственной травы. Объект будет сдан уже в следующем месяце. Мэр Махачкалы вместе с коллегами накануне ознакомился с ходом работ по устранению нарушений по улице Джигитска, где живут переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Уже проведен ряд комплексных работ. Завершена перекладка инженерных сетей. Квартиры подключены к газу и энергосетям. Все работы планируется завершить к концу текущего месяца. В Татарстане прошли трехдневные курсы повышения квалификации для журналистов «Ислам» и средства массовой информации. В них принял участие и директор телеканала ННТ Султан Трамов. С нами от Дагестана был Мухаммад Юсупович, который настолько ярко и понятно объяснил, что такое хайп в исламе, в исламском СМИ, как правильно им пользоваться, чтобы не выходить за рамки. Я же, в свою очередь, им тоже много чего интересного рассказал из своего опыта. В целом, как бы, все довольны. Надеюсь, что в ближайшее время мы встретимся уже здесь, в Дагестан, они к нам все прибудут. Ну и будем как-то вот обмениваться опытом. В рамках курсов были рассмотрены основные аспекты взаимодействия журналистского сообщества с религиозными организациями. Представители дагестанских СМИ смогли поделиться собственным опытом популяризации духовно-нравственных ценностей, а также опытом взаимодействия органов власти и духовенства. По словам организатора форума, перед ними стоят серьезные задачи по возрождению исламского богословского наследия и развития исламского образования. Сотрудники Муфсията Дагестана к труду и обороне готовы. Они сдали нормативы ГТО. Физкультурно-спортивные испытания религиозные деятели прошли на базе стадиона имени Елены Сымбаевой. Показать спортивную подготовку участникам необходимо было в беге, подтягивании на турнике и прыжках в длину. Курбан Рагимов продолжит. Поддержать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. Активные занятия спортом для Идриса Асадулаева – один из лучших способов сохранения здоровья. Он прыгает дальше других, бегает и подтягивается на турнике. Так, помочь Тик Муфте личным примером старается показать подрастающему поколению важность физподготовки. Ничто не истошает так организм человека, как физическое бездействие. Показать пример молодежи, подрастающему поколению, чтобы у нас общество, молодежь, именно повели здоровый образ жизни. Мы знаем, есть такие красивые слова. Все, что не упражняется, то разрушается. Воскресным утром на стадион легкой атлетики вышли порядка 50 человек. Религиозные деятели приехали со всех уголков республики. Нормы ГТО сотрудники дагестанского муфтията сдают ежегодно. Известно, что спорт помогает развить быстроту, силу и решительность. Эти качества помогают имамам и проповедникам быть в бодром расположении духа. Хотелось бы призвать каждого, чтобы поддерживали свою физическую форму. Не обязательно, чтобы все становились альбийскими чемпионами. Ну, какую-то физическую нагрузку делать нужно. Нужно следить за своей формой, за своим здоровьем. Это то, что нам поможет быть здоровым, быть всегда в тонусе, не быть вялым, чтобы избежать каких-то различных болезней и так далее. Правильное питание, минимальная физическая нагрузка и, конечно, духовное обогащение. Программа норм сдачи ГТО включает всего пять дисциплин. А пока одни метают спортивные снаряды, другие проходят тест на гибкость. Все испытания пройдены, нормативы сданы. Каждый смог узнать, на что способен. Вне зависимости от результата, все участники провели этот день в хорошем настроении. Курбан Рагимов, Махач Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Абдул Рашид Садулаев выступит на турнире памяти Али Алиева в Каспийске. Об этом в интервью с сайту Федерации спортивной борьбы России сообщил главный тренер сборной страны Дзамбулат Тедеев. По словам наставника, олимпийский чемпион из-за простуды был вынужден пропустить турнир в Италии, прошедший накануне. Поэтому принято решение, что именно мемориал Али Алиева станет для Садулаева проверкой сил перед Олимпийскими играми в Токио. Напомним, что турнир в Каспийске пройдет с 25 по 27 июня. Участие в этих соревнованиях подтвердили 12 зарубежных стран. Кроме того, хозяева ковра дагестанцы выступят двумя составами. Таковы новости на сегодня. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!